МИР ФАНТАСТИКИ Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Мира Фантастики! Сегодня мы собрались обсудить замечательную тему, которая во многом в той или иной степени и привела всех собравшихся везде под сень раскидистую, развесистую журнальных страниц Мира Фантастики. Речь пойдет о творчестве замечательного английского писателя, которого можно даже не называть по фамилии, можно просто обозначить его профессию и все все сразу поймут. Вот так вот, с большой буквы. Сегодня мы будем говорить о творчестве профессора. Ну, а кто же здесь у нас сегодня собрался пообсуждать за Толкина? Это выпускающий редактор журнала Мира Фантастики Евгений Пекло. Журналист-писатель Денис Старостин. Журналист, ролевик и религиовед Леонид Мэйжес. Не журналист, а подкастер Андрей Быков. Естественно, разговоры о Толкине, о его наследии и о его творчестве нужно начинать с Властелина Колец и Хоббита. Ну и по дороге не забыть поговорить о самом писателе, потому что отделять... Это вот тот самый случай, когда отделять судьбу автора от его произведений очень сложно, потому что она оказала колоссальное влияние. Сначала его воспитание, его религиозные взгляды, потом тот опыт, который он по жизни получил. Так или иначе, все это оказывало огромное влияние на то, что он писал, то, что он думал, то, что он говорил, каким именно образом он жил. И то, как тщательно он шлифовал свои книги, это, мне кажется, тоже здесь просто обязательно должно прозвучать. Кто готов начать рассказ? Леонид, я прям слышу, как ты говоришь с желанием. Такой шелест пламени на заднем фоне такой. Я всегда очень сильно отделял Толкина от его книг, как ни парадоксально. Но, конечно, Толкин человек, который в своих книгах плюс очень сильно, и который, возможно, многим известно, многим неизвестно, не очень вообще все это предполагал публиковать изначально. И вообще вся эта идея Средиземья – это такой контраинтуитивный факт, потому что нам как-то кажется, вот самый цельный мир, такой как бы эталон ворлдбилдинга и так далее, да, он ведь очень постепенно складывался. Сначала были какие-то такие отдельные стихи, рассказы, наброски, интуиции. Потом было такие произведения, которые очень-очень-очень условно можно назвать вот с нашей перспективой такими историями попаданцев, то есть каких-то людей как бы из нашего мира, которые взаимодействуют с такой волшебной страной. И еще не было вот всего этого такого псевдоисторического Средиземья. Толкин был, вот он просто всего себя он выражал в этих своих творческих экспериментах. Еще до того, как появился Хоббит, Ластин колец или Мериллион. Да, и здесь даже сложно сказать, ну, какую-то его вот концепцию, да, его опыт там мировой войны, да, офицера, который служил в Британской армии во Франции в Первой мировой войне, было, да, его образование, его религиозные взгляды, его там личные эстетические какие-то предпочтения, да, это все вот как бы вылеплено в тексте в том или ином виде. Действительно, ну, в этом отношении, конечно, очень авторская работа. Ну, с чем, в общем, было связано то, что публиковали ее там не сразу, и не все его произведения далеко, благодаря чему там его сыну пришлось потом уже половину всего этого компилировать и издавать как бы уже после его смерти. Ну, наверное, тут можно заметить только, что здорово, что некоторые авторы могут себе это позволить, да, вместо того, чтобы как-то многие современники Толкина, особенно в Америке, быть вынужденными просто, с одной стороны, писать там по рассказу в неделю, а с другой стороны, делать еще это в очень-очень конкретном формате, да, и подойти там, имея в виду аудиторию и так далее, да, всего этого. Толкина, особенно когда это его, когда такая работа писательская только начиналась, вообще не об этом не думал, да, то есть в какой-то степени действительно было что-то такое чистое творчество, вот одного конкретного человека, ну и, конечно, такого-то его ссылка, круга общения, который на него влиял гораздо больше, чем мысль о том, кто это, собственно, будет читать, вот в плане каких-то широких масс. Вот я согласен тоже, немножко тут углубился в изучение жизни профессора и узнал, что вот эти все предпосылки к появлению как раз Средиземья, вообще мира, очень интересно появлялись, то есть Толкин, он придумал всякие разные истории для своих детей, которые им читал, рассказывал, даже сначала не записывал, а потом уже дети стали подмечать, что вот, допустим, там, вот почему у... там, дверь, допустим, была синяя, стала красная, или там кисточка была золотая, а стала там, по-моему, серебряной, ну что-то типа такого, и он говорит, вот это чертовы там дети, надо начать записывать все это дело. Начал записывать, ну вот, потом тоже по стечению обстоятельств все это попало в издательство. А я, кстати, слышал немножко другую версию, что вообще говоря, Средиземье все началось с того, что он сидел, проверял какие-то работы студенческие, и вот попалась ему там пустая, по-моему, страница, если мне память не изменяет. Он такой, ну что такое пустая страница как-то, безобразие, надо на ней что-то написать. И он шарахнул фразу, жил да был в норе Хоббит. И вот дальше, собственно, стал фразу раскручивать, кто такой Хоббит, какого вражена он живет в норе. И вот из этого, собственно, появился Хоббит, а из Хоббита позднее уже все расширилось до полноценного Средиземья, отягощенного Властелином колец, Сильмариллионом и 12 томами, если я не ошибаюсь, всяких черновиков. Поправьте меня, если я ошибся в числе. Там, по-моему, больше было. Что-то о 20 речь шла, если мы говорим про то, что Кристофер Толкин потом редактировал, не перередактировал. То есть, короче говоря, Толкин — это на самом деле такой английский Ленин. Судя по количеству написанного. Он бы, конечно, отреагировал на это, да. Да, Бебе с большого восторга. Ну, вот, надо сказать, я эту историю слышал ее, ну, там, в детстве. Не то, скажем, в подростковом возрасте довольно много. То есть я не то чтобы обвиняю ее в том, что это неправда какая-то, вполне похоже на то, что я знал, просто никогда не проверял ее. Но я так понимаю, что она вот такая симптоматичная, потому что мы не совсем можем сказать, действительно, ну, вот, а с чего Средиземья началось. Да, потому что первые произведения, которые, ну, вот, в которых... Сейчас как бы это сформулировать. В которых есть образы, которые затем попали в Средиземье, скажем вот мягко тогда, а это вообще 914 год. Да, это, то есть это что-то, строго говоря, самое начало Первой мировой. Да, напомню, что там Хоббит, Ластлинг колец — это 30-е и позже, да. То есть это больше, чем там 20 лет, вот, Толкин как бы размышлял, экспериментировал что-то такое, вот, придумывал. Вот говорят, что у него была такая, как бы, цель создания собственной британской мифологии. Но это тоже, да, не то чтобы вот он, как бы, ходил и думал, вот, господи, как бы мне сделать такую британскую мифологию. То есть, наверное, на каком-то этапе у него это и было. Да, но не то чтобы вот он подходил к этому совершенно интеллектуально. Это был именно что-то очень творческий процесс. Он написал какие-то стихи, он стилизовал их под какие-то баллады. У него в этих стихах появлялись какие-то устойчивые образы. Например, там, имена, названия, места, чисто какие-то эстетические образы. То же самое было в рассказах, да. Вот он там все время возвращался к этому мотиву эльфов, например, который для него, конечно, был очень важен. Да, и всякого рода взаимоотношения с эльфами, как бы вот друзья, там, люди, друзья эльфов и так далее. Да, и из этого как бы постепенно складывается какой-то такой набор идей, которые потом уже стали вселенной. Здесь такой неожиданный параллель можно привести, полагаю, очень неочевидные фигуры. Это сейчас совершенно пришло в голову именно с Лавкрафтом. Лавкрафт же сам, он стал писать какой-то вот цельный вот этот свой миф, уже когда у него стали спрашивать. А до этого у него был просто некоторый такой набор, ну, очень устойчивых образов. Ну, все вот эти вот там щупальца, все эти его расистские кивоки там и так далее. Вот и он как бы вкладывал их там в один рассказ, в другой рассказ, в третий рассказ. И как бы, да, там и постепенно из этого как бы вот снизу вверх вырастал такой цельный мир. И в чем-то вот Средиземье изначально появлялось так же. Хотя, конечно, потом Толкин, ну, в том числе, потому что он прожил существенно больше, чем Лавкрафт, гораздо более так вот самостоятельно это все систематизировал уже в некоторую такую, вот как мы сейчас бы сказали, цельную вселенную. Потому что когда ты общаешься с эльфами, гораздо дольше живешь, чем когда ты общаешься с древними. Да, это правда. Я хотел сказать, что они немножко работали по-разному, потому что все-таки Толкин начинал с мифологии и разработки, а потом уже углубился в конкретные произведения какие-то. То есть он сначала делал наброски для... Ну, то, что потом стало Сильмариллионом, вот. И потом уже перешел к Властелину-Колецким конкретным историям. А Лавкрафт, на самом деле, никогда не составлял, собственно, мифологию. То есть он не писал, не делал себе памятник при жизни, да, он просто писал какие-то рассказы, повести, романы. И только потом уже его почитатели через какое-то время начали составлять из всего этого вот разрозненных его произведений, его полуоборочных отрывков, какую-то такую космологию, которую потом назвали, вот, собственно, вот эти мифы Миктулху и все прочее. Вот, а все-таки Толкин начал немножко, короче, дом с другой стороны строить. Нет, ну я не говорю, что не полностью похуже, но тоже, да, вот он же не с самого начала начал составлять эту мифологию, там, вот, имея в виду, например, зачем она ему вообще нужна. Нет, у него не было понятия, да, конечно же. Да, как, например, сейчас, там, не знаю, к видеоигре какой-нибудь, там, вот, ко вселенной вроде Dragon Age, да, все пишут, имеют, то есть сначала имеют некоторую концепцию, что мы вообще хотим, потом начинают, как бы, в ней вводить что-то отдельное, да. Толкин начинал с того, что придумывал, в общем, тоже сюжеты, да, в том числе такие, как бы, стилизованные под некоторую мифологию, да, потом, как бы, оказалось, что вот, там, одни из этих сюжетов лучше идут, как какие-то такие, не знаю, фундаментальные для его мира, вот такие, там, вот, как такое Евангелие его мира, да, другие, скорее, повлияли уже на конкретные, вот, на то, что нам сейчас может показаться такими конкретными историями героев, да, и властелиноколец, и прочее. Ну, там еще надо упомянуть, что Толкин-то хотел, что его двигало, да, что вот, чем он руководствовался перед тем, как начать сочинять вот все свои мифы, истории, ведь он же, как настоящий филолог, хотя он ненавидел вообще филологию и слово филолог, он... Очень не знал, кстати. Ужасно завидовал мифам и легендам, и вообще вот этому мифотворчеству других народов, да, то есть он писал же, что у скандинавов есть потрясающий вот этот пантеон богов и куча мифов, у кельтов даже есть истории, есть саксонский эпос отдельный, есть эпос, ну, и там про другие народы тоже, а у англичан исконно нет ничего, то есть там был, лично для меня, например, это странно, да, потому что для меня артуровский миф, все, что связано вот с королем Артуром, это все-таки, мне кажется, это огромная какая-то такая вселенная, в которой всего что-то только нет, а для него это было очень мало, и поэтому он старался всю свою жизнь старался придумать для Англии свою мифологию, собственно, вот, и то, что потом преобразовался вот этот мир, вот эти два континента, и все-таки, мне кажется, что он руководствовался именно созданием сначала вселенной, а потом уже каким-то конкретным историями. Ну вот мне подход Толкина как раз больше импонирует, то есть ты сначала как бы задаешь правила игры, а потом уже в них придумаешь какие-то истории, такой подход, может быть, даже немножко напоминает настолки какие-нибудь или ролевые игры. О которых мы поговорим. Которые, к слову, как раз из Толкина во многом выросли. Вот, знаете, когда вот я чувствую, что мы сейчас можем здесь застрять, поэтому я как раз скажу, что мне не очень импонирует этот подход, и на мой взгляд, как раз на фоне современного фэнтези у Толкина этого подхода нет. Да, он как раз, он же все время нарушает правила, которые вводит, он все время вводит новые сущности, у него на самом деле довольно мало правил в его мире, именно в том виде, в котором он есть в современном фэнтези очень часто, но, наверное, об этом чуть попозже, а пока. Собственно, есть смысл поговорить о том, как Толкина воспринимали, и что на основании этого, что сделали, вообще как-то напомнить, а то у нас есть повод, по которому мы тут собрались в том числе. Давайте, раз мы хотим обсуждать, как он на что влиял, давайте начнем с нас самих. Потому что я думаю, что это тоже такая длинная тема для разговора. Как мы познакомились с Толкиным, что нам понравилось, что нам не понравилось, чем мы до сих пор дышим, от чего задыхаемся. Я думаю, что большинство первое знакомство с Толкиным начинали с Хоббита, я думаю, что этот этап можно пропустить и сразу переходить, ну, наверное, к Властелину колец. Это будет справедливо и честно. Не, ну, у меня вообще в этом смысле все довольно просто, я полагаю, довольно стандартно. Да, мне в детстве, это было где-то там начальная школа примерно, да, мне дали сначала Хоббита, мой хороший друг, я прочитал, я совершенно проглотил, потом мне дали один Тол, Властелин колец, второй и третий, и потом мне дали Синемариллион, и вот, да, я подряд как вот это вот все прочитал. Да, в этом смысле такая очень простая история. Мне нравилось и продолжает нравиться там все. То есть, наверное, это моя более-менее, ну, вот, любимая книга у меня, ну, то есть трилогия «Скрелосы на колец», она мне нравится больше, чем Хоббит. И это, наверное, редкий пример произведения, про которое я, ну, вот, не могу сказать, что там есть что-то, что лично мне не нравится. Прям вот совсем ничего нет, что меня бы как-то смущало в этих книгах. Ох, когда я выскажусь, тебя ждут некоторые удивления. У меня вообще, как обычно, все не как у людей. И я сначала вообще познакомился с фильмом, с первым «Братство кольца». Причем я ходил в такой, там, заштатный кинотеатришка города Омска. Сходил и такой, а что, это все, история окончилась? Почему мне не дали весь фильм сразу, всю историю? Что такое? Потом я уже не в кинотеатре посмотрел остальные фильмы. Потом думаю, хм, наверное, это по книжкам. И, ну, прочитал сначала «Вастильный колец» все три книги, и потом только уже дошел до «Хоббита». Но вот начинал смотреть после книги «Хоббит» фильмы, и фильмы что-то мне вот совсем не зашли. И я не стал их смотреть, всю трилогию эту «Хоббита». Я аналогично познакомился в... Не помню, сколько мне было лет. Ну, это была начальная школа, наверное, мне было лет восемь. Мне мама читала «Хоббит» сначала вслух, а потом... Мне так получилось, что я прям сразу перескочил на «Братство кольца». То есть у меня девяти лет не было, я закончил «Хоббита» читать. Мама закончила читать мне «Хоббит», и я сразу же взялся за «Вастильный колец», начал читать его сам. Книжка была старая, она разваливалась ужасно. И поэтому Кейс – это не легенда, это правда, что Стивена Кинга постоянно переводчики в начале 90-х дописывали сами. У меня так получилось, что «Братство кольца» – это здоровенная книжка, и ещё когда она разваливается, то есть там 500 страниц, они все вперемешку, и я читал «Вастильный колец», буквально вот как смотрят люди сериалы. Некоторые ситкомы сначала 12-ю серию, потом 1-ю серию. Вот я «Братство кольца» читал, вот как они были, там вложены эти листочки разваленные, так я и читал их подряд, и совершенно не обращал внимания, что там некоторые, точнее, только потом обращал внимания, что там события немножко перепутаны, вот. И это было моё первое прочтение. А, и ещё надо сказать, что «Возвращение короля» у меня страниц 20 не было вообще в принципе, они куда-то потерялись, куда-то их выкинули, ну, видимо, при переездах их где-то не выкинули, я не знал, что там происходит, вот. И потом для меня, потом я когда перечитывал «Возвращение короля», уже в более стандартном возрасте, я тоже очень находил для себя много нового и узнал, что «Братство кольца» немножко по-другому событию расположено, чем я думал, вот. И одно из моих больших разочарований было то, что я проспойлерил себе смерть Гэндальфа, буквально там, ну, пост... В общем, там, ну, конечно, очень сложно вспомнить, но я помню, что Бильбо только покинул Хобитон, и на, и Гэндальф уже умер. Даже не успели они ещё отправиться в путешествие, я уже узнал, что Гэндальф умрёт в «Братстве кольца», вот. А потом, потом как бы пошло опять, все страницы опять по порядку, вот. И поэтому у меня было такое сумбурное знакомство, вот. И это было как раз-таки в год, или год, или за год до выхода «Братства кольца», и 2001-й же год, да, то есть мне было там совсем мало лет, и я, наверное, первый раз, вот первые года был ужасным ненавистником экранизаций, потому что я вот только-только прочитал книгу, и там было вообще всё не так, не было «Тома Бомбандила», не было тех сцен, которые мне нравились, и в детстве я был прям ненавистником этих экранизаций. Потом, конечно, сейчас, когда я их смотрел, потом каждое Рождество, там, начиная с 10 лет, то как-то уже привыкаешь к ним, и сейчас для меня абсолютно разные медиумы, вот. Но в детстве я прям горел, когда у меня кто-то говорил, что «О, вот я посмотрел такие классные фильмы, а что, там книжка, говорят, такая классная?» Я такой, сейчас я вам расскажу. У меня знакомство с Пластелином колец напоминало покорение Эвереста. Я пытался его начать читать огромное количество раз, и всё время ломался на этих вступительных приложениях и первых главах. Описание. То есть будь я по старше, если бы и вот у меня была возможность обратиться к себе и сейчас к себе маленькому, я бы сказал, не дури, чувак, вот открываешь, короче, сразу ту главу, где пир прощальный. Вот, а всё, что до этого, тебе это нафиг не надо, не читай. Это вот когда-нибудь потом может быть. В итоге, я не знаю, у меня такое ощущение, что я раз шесть пытался начать читать «Властелином колец», ломался, но в конце концов мне повезло, не знаю, или как это сказать, обстоятельства наконец-то сложились таким образом. Я вообще из библиотеки практически не вылезал, очень любил бы в библиотеке сидеть. Ну, то есть сидеть я там не любил, я там книжками любил затариваться, и потом уже читать их где придётся. Вот, и в библиотеке был «Властелин колец» в шести журналах. Были такие литературные журналы, типа для чтения школьников, вот, и там, типа, в одном номере какое-нибудь произведение было. Вот там в шести номерах был «Властелин колец». И я вот эти журналы несколько раз брал, пытался начать читать, не мог продраться, сдавал обратно, потом через некоторое время снова брал. И вот, поскольку у меня как раз вот в то время родился младший брат, меня заставляли гладить бельё для него, там, пелёнки всякие. Мне 10 лет было. Вот этот журнал был прям идеалом, потому что я мог его разложить, и, то есть, я вот снизу глажу пелёнку, а сверху у меня лежит журнал, и я могу его читать. Потому что книжка, она закрывалась, и книжка была маленькая. А вот журнал был идеальным форматом, и это помогло мне продраться и первый раз прочитать. Я такой, ну, типа, окей. А если не секрет, извините, пожалуйста, а зачем ты, собственно, то есть просто мне кажется, что если бы я какое-то произведение безуспешное попытался бы прочитать там три раза, я бы к нему уже никогда не... То есть тебя всё-таки что-то цепляло, или это был какой-то такой вопрос, не знаю, упрямство? Это был его Эверест. Мне родители говорили, это безумно круто, надо... Да что, это же так классно. Вот. И я такой, ну ладно. А потом, короче, я как-то заболел, и дедушка, который очень занимался моим образованием, типа такой, ну, я вот, типа, пойдущий в магазин, что тебе взять? Я говорю, я хочу, вот, купи мне книжку «Выселин колец». Вот, типа, я её читал как-то в журнале, криво-косо, хочу нормально сейчас прочитать. И он мне принёс роскошное, прекрасное издание с иллюстрациями Лео Хао, если вы такие, знак единорога была серия. Это прекрасное издание, которое до сих пор у меня стоит, вместе с ещё кучей всяких изданий, которые я докупал позднее. Там перевод был Муравьёва-Кистюковского. И я зафанатеял. Вот это просто... Не то слово. Я в итоге за где-то школьный период я прочитал «Властелин колец», причём вот конкретно это издание, раз 30. Когда вышел фильм, первый, Джексоновский, я его просто люто возненавидел, примерно по тем же причинам, которые были озвучены выше, потому что он не походил на книгу. То есть персонажи подобраны не так, каст отвратительный, играют плохо, режиссура хромая, и самое главное, нет, Том Бомбадилла и ещё куча важных для меня штук. Зато есть Фродо, который пискляво вопит... Нееееет! Отчего у меня уши просто начинали сточить с кровью. Когда вышел второй фильм, я к нему уже относился гораздо спокойнее, а третий, в общем, мне понравился. Кранизация «Хоббита» — это отдельная тема, они... Ну, первые два фильма в них есть, цеплящий момент, а вот третий, на мой взгляд, получился очень пустым, потому что в нём нет ничего, чтобы запоминалось. Ну, и ещё, пожалуй, наверное, стоит сказать, что... Две вещи. Первое, что... Как только вышел гоблинский перевод «Властелин колец», как он ко мне попал, вот эту версию фильма я безоговорочно принял. Она... Мною была выучена просто наизусть, целиком и полностью. Я смотрел её примерно столько же раз, наверное, сколько читал «Властелин колец». Вот. И... Это замечательная была версия фильма Питера Джексона, мне очень понравилась. Второй момент, что в какой-то момент, когда я уже был постарше, мне разонравилось. Ну, то есть, как сказать, я переел. То есть сейчас у меня есть несколько изданий с разными переводами, с разными картинками, которые были в своё время закуплены, которые я до сих пор не могу себя заставить открыть, прочитать, просто потому, что я не хочу туда возвращаться. Я такое количество времени там провёл, что мне это реально безумно надоело. И толкиновский слог, вот этот вот, прям такой пафосный, что аж монокли трескаются. А от эльфов меня просто воротят во всех уже абсолютно произведениях. То есть я просто эльфоненавистником натуральным становлюсь. В лучшем случае могу у Сапковского выдержать присутствие эльфов. Вот больше нигде. То есть я к жанру фэнтези очень сильно охладел. То есть для меня фэнтезийный сет, если он где-то есть, это скорее минус. Так что вот такая гипертрофированная любовь. Карты для героев я, естественно, рисовал властину колец. Как же без этого-то? Вот она в конечном итоге пришла к тому, что я теперь скорее в стане тех, кто старается обходить творчество Толкина за полкилометра. Вот такая история. То есть сериал ты не будешь смотреть? На этапе даже промокадров он меня не очень вдохновляет. Но справедливости ради ответим, что меня, например, из тех редких людей, которые не смотрели «Игру престолов». Я посмотрел, типа, серию, мне не понравилось. И я не стал смотреть дальше. «Игра престолов», мне кажется, это один из тех сериалов, в которых нужно пережить хотя бы там, по-моему, сезон, а потом вроде как пойдет. То есть вот так же забраться на Эверест и потом получать удовольствие. Ну, ладно, давайте уж про «Игру престолов» сейчас точно не будем. У нас, слава богу, был подкаст. Красная эта тема. Но... Лет через 10 сделаем еще один. Ну, вот, лет через 10, да. Да, когда ветра зимы выйдут. Ха-ха-ха. Но это же еще один человек с инициалами G-R-R. Я, ну, я вот, например, как бы, при всей моей нежной любви к книгам... Ну, то есть я, скорее всего, посмотрю сериалы в силу того, что я автор мира фантастики и вот это вот все, но исключительно из какого-то такого профессионального интереса. Они не вдохновляют меня совершенно. просто вот ни на каком уровне. Ну, мне на самом деле, как ни странно, при том, что у сериала грядущего очень много было поводов для хейта, у меня промо-кадры вызвали отторжение там не выбором актеров на роли или еще чем-то, а как ни странно, окружением. Вот, мне не понравились декорации. Они, на мой взгляд, какие-то театральные и как-то не работают. Вот то, что я видел на промо-кадрах, меня вот прям не убедило. А у Джексона не театральные были декорации, мне кажется? Нет, у Джексона, вот что касается декораций, у Джексона просто все прекрасно. Я могу там сколько угодно ругаться за выбор актеров там на роли Лоронда или Мэри с Пипиным, но вот что касается декораций, там поработали просто на пять с плюсом. Потому что каждое место выглядит очень цельно, очень закончено и очень правдоподобно. Ну да, правдоподобно. Возникает в жизнь, там не перепутаешь один лес с другим. Насколько... Ну, лично у меня в памяти отложилось вот эти все замки, вот эти все скульптуры разрушенные, которые именно на скале, вот они все со всех сторон видны, вот такие вот. Мне вот это добавляет театральности. То есть это все такое прям максимально красиво, в максимально красивом месте подано. Иногда даже чересчур. Ну, не совсем плохо, просто это вот мне... Вот этот... Господи, как он называется? В общем, дом короля Теудена, он находится на таком возвышенности, там вот этот большой деревянный дом его стоит. Все это выглядит... Ну, для меня это все выглядит театрально. Понятно, что там нет какой-то избыточности, которая присутствует в сериале, но, опять же, не стоит забывать, что сериал-то будет немножко про другую эпоху, да, то есть он будет про вторую эпоху, а не про третью. Третье — это средневековье, такое уже упадническое, да, когда все плохо, когда люди выродились, когда эльфы почти все ушли, когда орки в Средиземье и все такое. И... А вторая эпоха, да, это все-таки такой эпос в расцвет, да, то есть там есть Нуменор, который выглядит невероятно, там чью армию испугался даже Саурон, там есть королевство Гильгалада, которое тоже прекрасное, огромное, и поэтому все там должно быть намного-намного шикарнее, чем то, что тут осталось к третьей эпохе. Поэтому вот эта избыточность, которая есть в промо-кадрах, мне наоборот кажется последовательной, да, то есть потом я хочу, я хочу, не знаю, как это сделают участники, ну, в смысле, как это сделают сценаристы и создатели сериала, но я прям хочу увидеть вот это разрушение, как будет разрушена Нуменора, как вот эта вся красота поблекнет и перейдет вот к этому простому месячковому счастью в «Братство кольца», и потом вот те руины, которые будут наблюдать, собственно, «Братство кольца», когда будут идти по Средиземью, да, и видеть вот это все остатки «Былой роскоши». Ну, я вот, кстати, я все-таки сейчас не могу уже, просто не мешаться, меня прям распирает, я как-то не понимаю, чего вы грешите на театр, потому что, ну, ничего театрального в этой, ну, адовой гигантомании Джексона нет, да, ничего более стрёмного, чем Минастерит в третьем фильме, да, как бы гигантоманского, ненужного, нереалистичного, неправдоподобного, чем вот эта вот тень, которая как бы фигур... Я просто недавно пересмотрел третий фильм и поразился с того, насколько мне не понравилось. Просто в детстве я как-то этого не фиксировал, мне прям очень не понравился третий фильм, и, ну, у меня... То есть я не думаю, все-таки это было сегодня нулевые годы, я не думаю, что это как-то сознательно Джексона был каким-то большим геймером, но у меня это вызывает ощущение вот в последнюю очередь с театральностью, а в основном, но вот именно с таким вот, да, такой простой, как бы радостью того, как выстраивают в видеоиграх что-то, да, когда у нас нет возможности передать там размеры величия, как бы то ни было, кроме как там неправдоподобным количеством золота, да, или неправдоподобно огромной, незачем ненужной локации, которая должна вся нависать над игроком, вот, и у меня именно вот Джексоновская экранизация, особенно третий фильм вызывала очень сильно именно вот такие, да, вот ассоциации с каким-то таким вот, ну, не то чтобы дешевым, как раз очень дорогим экшеном, но очень незамысловатой экшен-игрой, да, как раз вот ничего театрального я там не увидел. Слушай, вот твоя мысль, вот я ее хочу слегка наполнить, моя главная претензия к экранизациям Джексона была сформулирована следующим образом. То, что он взялся экранизировать абсолютно английское произведение абсолютно по-голливудски. То есть, вот на мой взгляд, Властелин колец, как книжка, которая просто воплощает максимальную английскость, вот его нельзя было выпрать и экранизировать как чисто американское кино. И вот это, на мой взгляд, главное, с чем Питер Джексон промахнулся и что потом, из чего вылезали все мои остальные претензии к этой экранизации. Это было просто следствием этой глобальной причины. И я бы хотел видеть экранизацию Властелина колец, если я, конечно, в ближайшие лет десять захочу видеть какую-то экранизацию Властелина колец, заметим в скобочках, вот я бы хотел, чтобы эта экранизация прям дышала какой-то английскостью. Вот чтобы это, не знаю, чтобы это как-то было на стыке Шерлока и Доктора КТО. Нет, только нет, 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 нет. И чтобы Битлз были в главной роли, да, как все это изначально планировалось. Это, кстати, был бы интересный каст. Ну да, нет, там вообще, когда читаешь старые проекты экранизации, видишь там какие-то культовые имена, которые ассоциируются с чем-с чем, но не с фэнтези, это, конечно, всегда вызывает ощущение оптен аниме-кроссоверс, да, что-то. Представляешь, Йоко Оно в роли Галадри. Netflix бы удавился от зависти. Я тут к подкасту, когда готовился, максимально кринжовое видео поймал. Там чувак тоже рассказывал про то, как снимались, ну вообще, как создавался «Властелин колец», и он тоже рассказывал как раз про Битлз. И вот в кадрах, где Хоббиты появляются, он просто, получается, как это, дипфейком, да, присобачивал лица Хоббитов, присобачивал лица Битлов. Это так кринжово смотрится вообще. Ну, а они, кстати, же не хотели играть именно Хоббитов, они же играли, хотя должны были играть разных персонажей. Ну, да, там, по-моему, Рогорна, по-моему... По-моему, Гэндальфа даже кто-то хотел играть. Да-да-да. Мне кажется, здесь вообще нужно добавить, ну, скорее, не знаю, для участников, такую не вполне очевидную с российской перспективы вещь, то, что книги Толкина и из них всех Хоббит в первую очередь жутко зашли американским хиппи. Да, вот... Да, это были в 60-е годы. Люди рисовали, на стенах писали Фродо Ливз вместе там с Пацификом и со всем вот этим вот. И, собственно, это и было такое повторное, да. Толкин же, он же два раза в Америке как бы открывался. Сначала, когда он, собственно, все написал и это издали, ну, теми тиражами, которыми должны были издать странный литературный эксперимент британского профессора, да, и это прочитал там два с половиной Землекопа. А потом уже вот в 60-е даже, там уже ближе к 70-е, сейчас же не буду смотреть дату, надеюсь, не простят, возможно, неточность, да его как бы переоткрывают. В Америке и с тех пор как бы понеслось, так сказать, да, и тогда же, собственно, что логично, взаимствование из него пошли и в ДНД. 74-й год. Ну, собственно, а в России этот процесс происходил в конце 90-х и в нулевых. То есть, когда, собственно, мы открыли для себя нормальный властелиноколец, хоббитов, давали, властелиноколец были всякие очень странные отдельные попытки, но вот массово он в начале 2000-х в конце 90-х попёр. И вот тогда страна сошла с ума, толкинисты были, по-моему, более таким массовым движением, чем какие-нибудь скинхеды, половина здорового мужского населения убегала в леса махать мечами, а потом, правда, спилась. Но это... Одно другому не мешает. Да, там одно другому, мягко говоря, не мешало, вот прям совсем. Не, ну тут надо сказать, что это, в общем, было не с нуля, да, и что вот конкретно наше толкинистское движение, это было, помимо всего прочего, ещё таким очень странным наследием этого движения, господи, КСП, который, костёр, спальник, палатка и так далее, да, и там, на самом деле, элемент ухода в леса был не побочным каким-то, это была такая важная, важная часть этого действия, но да, это, конечно, такая любопытная история была. А там, как обычно, гитару, рюкзачок пошёл, да? Да, ну, собственно, да. У меня вопрос пился, вот из вас кто-нибудь вообще как раз участвовал в таких вот ролёвках, был толкинистом? Меня мама не отпускала. Я учился фехтовать на мячах в школьные годы. А то есть, а вот так вот в леса я не уходил? В леса у меня было не с кем как-то, в студенческие годы я уже просто в походы ходил, но без всяких ролевых моментов, вот, в то время, как-то что-то из себя изображать, мне уже было неинтересно, мне просто было по фану костерок, палаточка, там, пройти 20 километров за день, почувствовать себя человеком. Господи, страсти какие. Но, кстати, во время походов мы находили всякие ролевые, проходили мимо места, где были чёткие следы ролевых тусовок. Бутылки жарят. Я, например, никогда не забуду. Нет, было круче. Мы как-то проходили через полянку, где по всем деревьям были скотчем примотаны и распечатаны страницы какого-то порно-фанфика. Точно толкинисты. По-моему, это инсталляция. Хорошо. Нет, это просто кто-то игру проводил. Да, понятно. Это какого-то тематичного. Очень тематичного. Нет, я только... Ну, я, надо сказать, никогда не играл в настольные ролевые игры по Толкину непосредственно, но, конечно, если бы не Толкин, я никогда бы не начал играть в них в принципе. Ну, ладно, давайте зайдем тогда к тому, как Толкин повлиял на человечество. Давайте зайдем тогда с настолок, действительно, раз уж мы и с ролевок, раз уж мы про это дело начали говорить. А потом вернемся плавно к мультфильмам и другим интересным попыткам что-нибудь снять или создать на игровом движке. Вот, давайте сейчас про настолочки, ролевочки. Не, ну, про настолочки особенно тут ничего неочевидного сказать нельзя. Понятно, что Толкин очень сильно повлиял на появление Dungeons & Dragons и вообще на вот эту раннюю ролевую тусовку. Хотя, надо сказать, тут скорее можно сказать как раз некоторые контраргументы, потому что создатель, один из двух, Тарнасон, я все время называю, как он должен на русском правильно, Гай Гэкс. Гай Гэкс, да. Поскольку я все время вижу его имя в написании, все время, довольно редко слышно, как оно произносится. Гай Гэкс, все тебя поймут. Да, вот. Так вот, Гай Гэкс, он потом уже несколько, через несколько лет после выхода, если на колец, не в основном ДНД, он клялся и божился, что никакого отношения это все к Толкину не имеет, что он взял просто какие-то образы из Толкина, чтобы увеличить как бы публисити, а вдохновлялся в основном какими-то другими авторами, но он там называл некоторое количество американских, уже важно заметить, писателей фэнтези, на всякий случай он не то чтобы врал, у них он тоже воровал как черт, но при этом он как бы, да, вот, говорил, что да, та сходство с Толкином, они такие, довольно поверхностные, но с правильной стороны нужно заметить, что к этому моменту его уже пытались засудить американские издатели Толкина, из-за чего ему пришлось, например, переименовать все прямые такие цитаты с Толкина, некоторые, и некоторые из этих переименований с тех пор у нас в фэнтези так и остались, ну самый известный Триант, вот меня в детстве это поражало, когда в каких-то видеоиграх, да, я параллельно, я читал в Устлин колец и играл в какие-то игры, и я смотрю, там, эльфы-эльфы, орки-орки, там, тролли-тролли, энд-Триант, да, какого черта, да, почему? А еще были Хоббиты и Полурок. Да, 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 ну вот тоже, и там несколько было, да, там, например, есть такой, ну, это просто чуть более специфический ДНДшный, это понятие Балор, которое было Балоргом изначально, и так далее. Там просто, если смотреть, вот с чего это все совсем начиналось, да, это ранние редакции Деннис и Драгонс и Chainmail, да, это Wargame еще, который лежал в этом основе, там-то без дураков было, там был Балорг, Варги, Энты и прочее, то есть там в целом, ну, у меня, то есть, если мы в целом признаем, что авторское право это хорошая и нужная вещь, то понятно, почему возмутились, как бы, правообладатели, потому что, да, как бы Гайгекс действительно взял у них немало, скажем так, но в то же время, взяв очень много в плане образов, он выкинул очень много в плане содержания, в плане, там, не знаю, как сказать, идеологии, морали, чего угодно такого, и вот немножко проложил таким образом клею под восприятие Толкина в дальнейшем, и, честно говоря, боюсь, в том числе, с которой и в грядущем сериале не сойду, да, потому что настолько же, насколько Толкины, как бы, заданный им стандарт такого построения мира, и все эти образы, насколько они удобны, настолько, как бы, его такой, как бы, взгляд на мир, конечно, неудобен для поп-культуры, но это, наверное, уже, там, как-то, может быть, потом мы там поговорим, вот, но в целом, конечно, без Толкина настольные ролевые игры, может быть, и появились бы, даже, скорее всего, появились бы, но огромное, конечно, каких-то конвенций игр, там, вроде, например, тоже понятие расы, которые у нас так или иначе в том или ином виде, там, фэнтези, даже фантастики и так далее, то и дело всплывает, их бы, ну, не было бы просто, да, или они там выглядели бы, ну, очень-очень по-другому, чем вот то, к чему мы привыкли. Так что, да, за это, конечно, мы большое спасибо. У нас статья на эту тему, по-моему, в свое время выходила, как бы выглядело в фэнтези, все в фэнтези без Толкина. Очень классная статья, кстати, сегодня прочитал. Так, в итоге, проспорили тебе там, было бы фэнтези без Толкина или нет, там, что в статье говорится? Было бы, конечно, конечно, было бы, просто было бы другие. Было бы, но на него было бы меньше, его бы заместили. Научная фантастика, хорроры какие-нибудь там, еще что-нибудь. Ну, да, я вот сейчас скажу статью, не читал, поэтому все-таки обращу внимание на то, что действительно, что, ну, хотя Толкин по факту писал доль, там, какого-нибудь Муркока, Декампа и прочих, в Америке это Sword and Sorcery появилось достаточно независимо от него, то есть даже вот то, что мы сейчас называем фэнтези в таком в очень узком смысле в принципе существовало бы. Ну, да, наверное, было бы просто менее популярно. И, например, мне кажется, что было бы меньше... Героем номер один был бы не Арагорн, а Конан. Ну, Конан, скорее всего, да, или, господи, этот Элрик из Мелни и Боне, да, да, вот кто-то такой. Вот, давайте теперь повспоминаем, а что вообще еще с Толкином пытались сделать. Вот, были, например, и, короче, попытки снимать по нему мультики у Ральфа Бакши. Кстати, я смотрел в то же время, когда вышла экранизация от Питера Джексона, и мультик Бакши мне, ну, если закрыть глаза на некоторые визуальные решения, мне, в общем, сюжетно больше понравился. Я там чувствовал гораздо более преданное следование оригиналу. А это для меня тогда, наверное, было вследствие сакрализации такой текста, было очень важно. Ну, я же как-то выступил, немножко неловко отъедать столько эфирного времени. На мой-то взгляд, это не касается конкретно произведения Бакши, она действительно странноватая. Я, например, не могу сказать, что из чистости всем рекомендую, такая странненькая штука, но, на мой взгляд, мультипликация это вообще оптимальный формат для того, чтобы перенести творчество. Если мы вообще говорим про экранизацию Толкина, то мне кажется, что экранизировать его нужно не с живыми актерами, а именно в виде мультфильма, рисованного, можно 3D какого-нибудь и так далее. Потому что его же мир он же очень экспрессивный, он очень не фотореалистичный. У него там все время эмоции и объективная реальность, они там сливаются воедино. Все время непонятно, какой-то объект реально светится или он светится надеждой, потому что он ее воплощает. Какой-то человек реально магию использует или он просто воодушевляет людей и так далее. И вот как раз мультипликация для этого подходит ну гораздо в разы лучше, чем все-таки гораздо более четкий в этом смысле такой медиум кино. Ну и взять мифологию Толкина, у него же даже создание вселенной началось с того, создание мира началось с того, что просто высшие существа затянули песни всякие разные. То есть ну это не классно переходит как раз тоже в мультик, как мне кажется. То есть я полностью Леонид с вами согласен. Мюзикл нужно было сделать, да? Да диснеевскую вот эту самую. Из фантазии можно нарезать прямо начало Сильмариллиона. Я представил вестайскую историю. Кстати! Только с одной стороны орки и Саурона, с другой стороны эльфы. Вот такие. Давайте не будем про эльфов. Кстати, мы вот как-то скачали с книг, а я забыл задать самый главный и самый, по-моему, животрепещущий вопрос, который всегда задавали друг дружке толкиенисты первым делом. «Слышь, а у тебя любимый перевод какой?» Я, кстати, никогда не понимал вот этого страсти к выяснению перевода. Ну, что такого? Типа, какая разница, какой перевод? Расскажите мне. Там очень большая разница. Что переведено по-разному, да? Но я имею в виду просто, то есть, ну, почему все с такой страстью выясняют, у кого какой лучший перевод? То есть, что в этом такого? Ну, чтобы лучше понять, наверное, букву и дух произведения. Кстати, вот, раз уж мы вернулись к вот этому переводам, ко всему, перевод, это же получается как бы соавторство, да? То есть, ты, когда переводишь, ты часть твоего вкладываешь. Взять ту же самую избитую шутку, да? Бромер Смайл, как ее наши переводили все. Ну, то есть, получается, если взять тот же фильм Джексона, это, ну, такое же переложение, просто, видение Джексона. То есть, мы же, все равно, получается, тот же перевод, допустим, это через призму переводчика мы видим произведение Толкина, а фильм мы видим через призму видения Джексона. Допустим, аудиокниги слушаем, мы все равно как-то проникаемся к чтецу, кто читает эту книгу, и, то есть, через его восприятие мы видим само произведение. То есть, почему тогда вот за переводами все гоняются, а экранизацию ругают? Ну, так это, ну, примерно по одному и тому же, да? То есть, все, как бы, каждый возвращает свой перевод, да? Это же вот этот вопрос, который Женя тут упомянул, он такой, он недружелюбный, да? Это не то, чтобы там, как бы, на этот вопрос с точки зрения задающего обычно, ну, есть правильный ответ, как бы... Ну, конечно, это способ идентифицировать своих и чужих, разумеется. Да, это, 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 это не в смысле, там, как бы, я, ясно, а у меня вот этот, вот, да, и, конечно, там, вот... Это ты болеешь за Спартак или ты болеешь за Динамо? Конечно, это из этой серии. Так вот, возвращаясь, какие у вас любимые переводы? У меня сейчас нет той книжки, которую, как раз, я читал в детстве. У меня любимая она исключительно, пусть, с таким сентиментальным соображением, это перевод, в котором был Сумкин, вот я сейчас посмотрел, Григорьева и Грушевицкий, если я правильно понимаю, но на всякий случай, это просто, вот я сейчас погуглю. Да, это вот мой тоже вариант перевода. Вроде написано Грушевицкий, но вот я, я не помнил, я в этом смысле не труталкинист, я как раз фамилии переводчиков не помню, поскольку я вообще очень плохо фамилии запоминаю. Не, Грушевицкий, точно Грушевицкий. А, ну ладно, вот, да, и у меня вот с Сумкинсом и так далее, причем, надо сказать, на меня в детстве глубокий замысел переводчика не произвел никакого впечатления, потому что я, ну, мне понадобилось прожить сколько-то лет, чтобы понять, что Сумкинс это как бы должна была бы быть говорящая фамилия. То есть, как бы маленький Мойжес не считал, что там вообще есть отсылка к Сумке какая-то, в принципе. Я подумал, окей, то есть, меня сильно занимал вопрос, почему, ну, очевидно, одного и того же персонажа переименовали из Бэггинса в Сумкинса, поскольку в этом же издании, которое я читал, как раз Билли бы был Бэггинсом, ну вот, потому что вот так вот мы переводим. В смысле, это читал, вот, а в «Лосильный колец» он был Сумкинсом, но я вообще не понял, что да, что вот Бэггинс это от Бэг, а Сумкинс это от Сумка, я вот как-то, в принципе, все это прошло мимо меня, мне лет пять пришлось прожить. А ведь есть еще и вариант с Торбинсом, может, кто-то его читал? Конечно, он сам экономичный, прекрасный. С Торбинсом даже два есть, Моторина и Муравьев и Костяковский. Да, вот это, кстати, тот самый перевод, книжки с иллюстрациями Лео Хау, на котором я рос, которые я читал тридцать раз, и где-то про чтение на пятнадцатом я обратил внимание, что, ну, когда я уже книжку всю сдал очень хорошо и начал сопоставлять какие-то куски, которые нормальный человек никак в жизни сопоставлять не начнет, я обнаружил, что там какая-то странная путаница с расстояниями. То есть, типа, от одного места получалось, что идти вдвое дальше, чем должно быть на самом деле. Я сел, как бы, стал обдумывать, в чем проблема, и докопался. Оказывается, у них была путаница с переводом миль и лиг, а это очень разные меры длины, и они, хотя перевод пережил огромное количество изданий, никто это толком поправить не удосуживался. Но потом, в прекрасном 2007 году вышла такая книжка в цвете зеленого мрамора, и там был перевод госпожи Немировой. И вот этот перевод с тех пор меня остался самым любимым, я его как бы, если меня кто-нибудь спрашивает, а в каком переводе надо прочитать «Лосиное колесо», я его советую всегда именно его. Потому что, с одной стороны, там осталось вот то языковое богатство Муравьева и Кистяковского, надеюсь, я тоже произношу правильную фамилию, потому что я лет 15 называл этот перевод Муравьев-Кистянский, и когда я узнал, что я неправильно читал фамилию переводчика, мне пришлось с огромными усилиями переучиваться. Этот перевод при всей массе там неточностей, развесистостей, каких-то украшательств, он, ну, по крайней мере, из тех вариантов, которые я читал, я читал много разных вариантов переводов, вот он был самым на язык богатым, и его читать было всегда наиболее, как это сказать, сытно и интересно. Вот, и вот перевод Немировый, он эти плюсы сохранил, но избавился от всяких неточностей, от всяких вот, ну, откровенных ляпов, которые я, в глаза не видя английского текста, просто за кучу прочтений научился вычислять. Поэтому, прям, Немировый ролик. Я тебя боюсь. Я вот до сих пор понять не могу. То есть, если брать, ну, вот эту таблицу, которая гуляет по интернету, то я вроде бы тоже читал Муравьева и Кистяковского, но вот скажите мне, Ля Кашель Торбинсы в какой книге были? Ну, видимо, в той же, в которой были Торбинсы. Ну, не факт, потому что я вот не помню в книге, чтобы были Светозар, допустим, Золотинка. А Золотинка была, Золотинка была, Светозара не было. Был еще какой-то перевод, который там большую часть имен напоминала Муравьева и Кистяковского, но были и отличия. И то ли это был какой-то одна из ранних редакций этого перевода, то ли это был сделанный по их стопам перевод, но другим переводчикам, но точно что-то такое гуляло. Что-то такое я помню. Перевод Моториной похож, да. Да. И вот, кстати, между прочим, Муравьев и Кистяковский, они сделали правильно, потому что Толкин даже специальное послание переводчикам оставлял, типа, что вот эти все имена, их можно типа адаптировать под переводимый язык. Я сейчас вот дословно, к сожалению, не помню, но где-то можно найти это письмо и почитать, как нужно переводить. И вот, может быть, в связи с этим письмом уже выбирать нужный любимый перевод, которым сейчас можно прочитать. Ну, это вообще такой интересный момент, да, в плане перевода, потому что, понятное дело, что когда речь идет, например, о переводах в пределах европейских языков, скажем, западный европейский, на французский, например, на немецкий, то действительно перевод имен становится достаточно логичной идеей, потому что реалии этих миров, они достаточно хорошо адаптированы для того, чтобы, если, как бы, адаптировать имена, то люди легко могли бы принять это как что-то свое. Ну, то есть, условно говоря, если сделать имена в этом мире на французский манер, то это все действительно становится таким, как бы, мифологией Франции, уже не Англии, до какой-то степени, ну, потому что тоже рыцари, король и так далее, так далее, да, но понятно, что там, например, в русском языке так не работает, да, начиная банально с того, что титул король, он для нас уже несет ассоциации, ну, не с чем-то, как бы, русскоязычным и так далее, там, и звучание имен любых, да, оно фундаментально другое, а есть там, например, переводы Толкина на китайский, на арабский и так далее, и это, конечно, то есть, это там, и там, как бы, совет Толкина начинает быть уже очень-очень проблемным, я знаю, например, что название рас в китайских переводах переводят по смыслу, в смысле, что они находят мифологических существ, похожих на вот этих вот существ в европейской мифологии, то, как, например, эльфов-дворфов переводят, то есть, они их не транскрибируют, а они находят некоторых существ из китайского фольклора, которые будут вызывать у читателей ассоциации, которые вызывали бы у англичан слова эльфа и там, дворф и так далее. Обалденно, я все пытаюсь понять, как они полуросликов каких-нибудь, неужели у них есть какие-то аналоги? Ну, у них есть такие, как бы, условно-таки околодомовые духи, как я понимаю, я не читал этого сам, это чисто с научной конференции, может, конечно, меня дезинформировали, но там человек утверждал, что они нашли каких-то таких вот духов, которые живут в полях и как бы любят покушать. Тоже, на самом деле, довольно распространенный мифологический образ. Так что... А, то есть правильный перевод русский должен звучать так, в норе жил леший. Ну, не леший, да, ну, не, ну, вот в том-то и дело, что, а вот-то черт его знает. Да, да, просто. Вот как бы, ну, как бы, да, вот в Китае выбор был сделан такой, да, он, я не могу сказать, что он, например, рад, то есть я рад, что он есть, потому что это как минимум, ну, это забавно, да, но я не в то же время, вот, могу ли я чисто и сказать, что это правильно, и уж тем более, что я хотел бы, чтобы у нас там, не знаю, переводили бы эльфов, не знаю, как вилы, я даже, как чуть, наверное, скорее всего, я не уверен, что это как бы было бы нормально, и как бы хорошо бы работало. Тем более, определение Хоббит придумал сам Толкин, до него этого не было, и то есть, ну, вот представить, чтобы там в том же Китае сопоставили, да, даже у нас понять, кто такой Хоббит, как раз вот только из книги и понимаешь. А потом придет какой-нибудь специалист, о мифологии древней Месопотамии, такой Хлобысь, а у нас вот есть прообразы полуросликов. Сейчас мы тут замутим, древний Месопотамский перевод. Ну да, но в самом деле это все, ну, как бы, да, то есть, тут вообще правильно сказали, по поводу того, что это разные прочтения, да, вот кто-то делает упор на вот эту вот, как бы, такую сконструированность мифологии, пытаются, да, вот это сделать. А для кого-то, наоборот, это такое квинтисциально-английское произведение, поэтому они пытаются вот эту вот английскость передать. У нас же некоторые переводчики, которые брали, оставляли Бэггинса, они так прямо и говорили, что мы хотели передать английский, ну, вот этот вот колорит, поэтому и оставили английскую фамилию. Тоже, в общем, ну, понятная идея, потому что действительно очень британское произведение. Да, и ждешь как раз, чтобы оно было не адаптировано, как раз, да, вот я, наверное, из тех, кто как раз ждет английскости от него, потому что, ну, ощущение как раз остается такого путешествия, когда ты понимаешь, что ты не здесь по России и по своей мифологии попутешествовал, да, там какие-то лишние полурослики, да, а ты там сходил в гости к хоббитам, которые там тащили кольцо через страны какие-то земли. В общем, да, сказок в России и так хватает, блин, и вот как раз Муроев и Кистиковский, к ним вернусь еще раз, последний, надеюсь, они, вот я как почитал в разных текстах, они как раз вот этой былинности нашей российской передавали, вот, может, скажете, было так или нет? Была ли какая-то былинность? То есть там не короли, а цари, там, витязи, вот это все было? Нет, боеблинности не было, но были попытки заменять староанглицизмы, староанглицизмы такими старославянизмами. Вот это было. Ну, то есть это на, ну, понятная вполне задача, как сделать так, чтобы что-нибудь такое староанглийское звучало по-русски, как что-то такое тоже устаревшее. Ну, смотрим, у нас есть церковно-славянский, у нас есть старорусский, давайте лепить, месить, пытаться, и вот такие штуки были. И это я не могу сказать, что это минус, это переводческая стратегия вполне такая нормальная, рабочая. Но они шли до определенного предела, то есть всяких славов у них там не было. А всякие устаревшие слова и устаревшие... Ну вот Витязь там был, по-моему, да, например, действительно, как понятие. Витязь... Ну, оно такое нормальное, наверное, То есть там были конунги, я помню, как должность именно звучала. То есть это фактически прямое цитирование английского слова, обозначающего нашего князя. То есть казалось бы, вот тут прям вот все, что тебе нужно, оно уже прям лежит на дороге. Но нет, это ловушка, они не будут так делать. Никаких князей, конунги... Конунги — это только саксонский термин, не английский. Может и саксонский, я не берусь утверждать... Это ближе к скандинавской мифологии, но да, смысл в том, как раз таки... Я просто читал ее с конунгами, вариант тоже этот видел. Вот, немножко другое, конечно. А вот у Кистяковского был, кстати, Светозар, вот в таблице. Нет, это был не Кистяковский, Светозара там не было. Ну, остановите спор о переводах. Нельзя остановить спор о переводах. Мне этого хватило вот за глаза. Ты же понимаешь, что подкаст со спорами о переводах, он больше всего прослушиваний собирает. Вспомни, там, подкаст про переводы Поттера. О, спор, про что можно действительно спорить бесконечно. Мы можем устроить отдельный подкаст про переводы вообще, да, а сейчас я бы все-таки поговорил дальше о Толкина и о каких-то адаптациях и прочее. Давайте про экзотические адаптации Толкина вспомним. Вот, то, что делал и настольные игры, и экранизация от Джексона, это, естественно, все знают. А вот есть всякие более экзотические штуки. Давайте вот их повспоминаем. Я вот помню, у нас был, вот выкопали недавно из Госфильмофонда какой-то спектакль, телеспектакль был по «Властелину колец», по первой, по-моему, книге, если не ошибаюсь. Весьма добротный, очень камерный, и он дико на западе развирусился, и там все его смотрели с запоем. Но это вроде не самое прикольное, что снимали. Наш ответ. Нет, это просто чисто ребята взяли, они делали регулярно, там очень хороший актерский состав, такой прям звездный. Просто была очень хорошая школа, культура, телеспектакли, и там адаптации шли к многим достаточно классические произведениям. Естественно, очень многие были из английской литературы. Просто в какой-то момент под руку попался «Властелин колец». И сделано это было не по лицензии «Толкин эстейт», они не одобряют. Естественно, у вас сами лицензии не были. Просто если мы говорим про классические произведения, то тут нет никаких проблем. Хоть «Король Артур», хоть заэкранизируйся. Но как бы брать то, что вышло 30 лет назад, ай-яй-яй. Между прочим, по-моему, как раз вот «Хранителя», по-моему, называлась эта постановка «Телеспектакль». Между прочим, Кристофер Толкин, который как раз занимался всеми черновиками, которые остались после профессора, он вроде как одобрил, наоборот, вот эту постановку. Насколько я узнал из интернетов. Может, я не прав, но вот за что купил, за то и продаю. То есть официально одобренная как раз российская постановка. Российская или советская? Нет, советскую точно не одобряли и не было никакой возможности ее увидеть и одобрить, поэтому она была поставлена. Нет, он сейчас, когда она развирусилась, он ее типа посмотрел и она ему как понравилась. А он посмотрел, он успел ее посмотреть? Сказал, «О, годная карминада». Мне казалось, что... Ну, ее все посмотрели, потому что она небольшая и очень разошлась на национальном интернете. Просто она разошлась недавно, мне казалось, что Кристофер... Он умер уже достаточно давно. Нет, он умер не... Тан-тан-тан, фейк разоблачал. Не очень давно? Ну, лет пять назад, наверное, нет, меньше. Нет, она разошлась, мне кажется, в 2021, по-моему, она разошлась. Уже была пандемия. Вот это точно, Умер он 2020. Ну, то есть... Мы разоблачили фейк прямо на подкасте. Нет, есть же сейчас внук Толкина, который прям активно и экранизации любит, и вот сериал он же продвигает. Возможно, ему понравился не Кристофер Толкин. А, это может быть. Я просто когда писал про сериал, это я, собственно, нашел этого внука, который прям такой фанат. И фанат Джексона, и вообще ему нравится вот это все. Ну, по понятным причинам, я думаю. Фанат Джексона. Мы... Прости, Джон, мы все потеряли. Ну, у меня есть две любимые странные, экранизации, не то слово, воплощение. Первая, это шведская штука, которая называется, видимо, Саган Омринген, хотя, как вы понимаете, я не читаю по-шведски, поэтому я понятия не имею, как должно считаться, это пересказ. То есть, в течение 28 минут зрителю пересказывают сцену за сценой, где-то первую, ну, плюс-минус, там, первую половину первого тома «Властелина колец». И это все сопровождается актерами, которые идут по рисованным задникам, при этом это актеры в костюмах, да, и как бы делают некоторые действия, которые вот, ну, обозначают то же, что, о чем, собственно, идет рассказ, да, в основном, идет как бы не от первого, от первого, от лица рассказчика, да, это не фильм в строгом смысле такой, ну, то есть, не традиционный фильм. Это, ну, просто очень странное зрелище, да, я могу это посоветовать. Но, мое любимое... Шведский нетрадиционный фильм. Мне интересно, а кто-нибудь смотрел фильм «Кольцо всевластия» 1998 года от режиссера Борис Ниберидзе. О нем даже мир вписал в свое время. Это зрелище, которое в детстве меня чуть не загнало в сумасшедший дом, потому что я сижу, никого не трогаю, переключаю каналы, и тут слышу с экрана «Тетушка Шелоп!» «Тетушка Шелоп!» Я так, так, подождите-ка минуточку, что происходит? Я начинаю смотреть, и что я вижу? Снятый, он украинско-российский, как я потом уже узнал, сериал, ну, такой маленький, очень вольно, мягко говоря, пересказывающий историю Толкина с кольцами, которые позволяют подчинять себе людей, при этом он иногда вдруг начинает брать какие-то сцены почти целиком, вроде того, что там тоже есть мотив того, что как бы предатель вместе с кольцом падает, как бы, да, и вот зло побеждено таким образом, а иногда уходит очень-очень-очень далеко, ну, например, это все происходит в такой, как бы, эстетике, ну, это фильм, но такой немножко в эстетике, вот, мультсериала про казаков, если помните, такой чудесный, совершенно украинский, да, или там, вечерок на хуторе, не, 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 как бы, важно, важно подчеркнуть, да, что как бы, чудесный совершенно, как бы, мультсериал, и в общем, эта эстетика, она сама по себе вполне, как бы, клевая, но она очень странно смотрится, с учетом того, что, например, заимствует некоторые имена и термины из Толкина, вроде имени Шеллоп, там, и так далее, и некоторые элементы его сюжета, ну, и, конечно, я просто, я просто скажу с ума, потому что, ну, как я был маленький, я еще не очень понимал, ну, вообще все это, там, вот, плагиат, не плагиат, и так далее, да, вот, я просто, ну, чувствовал, что мне это снится, или еще что-то, и хорошо, вот, и я как-то вытеснил информацию об этом сериале из своего сознания, а потом уже, благодаря Мирфу, узнал, что я, ну, оказывается, в детстве у меня это не приглючилось, а эта штука реально была, я ее действительно посмотрел, а ее крутили по телевизору, нормально все, вот, очень, очень хорошо, очень православно, очень рекомендую всем, вот это, наверное, самое странное, что я видел. Слушай, ты пока рассказывал, я вспомнил, я не вспомню название, если кто-нибудь вспомнит, обязательно скажите, я просто, я не вспомню, как он назывался, но я видел фанатский фильм, снятый толкинистами, там Фродо играла девушка, а роханскую конницу, вот этих коней, изображали с помощью, по-моему, это был белый ваз, вот, то есть это все было сделано максимально, вот, просто, у нас нет реквизита, у нас нет денег, но мы очень хотим вот это все разыграть, очень с душой, вот, вот, не вспомню, как называется, но там все в таком стиле было сделано. Может быть, они хотели так же, как Элайджи Вуд, попасть на съемки «Властелина колец», знаете же, да, как Элайджи Вуд попал на съемки? Он не пошел, как все люди обычные, на пробы, и даже не через постель, как это обычно все думают, он на фоне, по-моему, окон студии, или офиса, я вот, честно, точно дословно не помню, в общем, он с друзьями пошел и начал снимать авторскую версию как раз от «Властелина колец», то есть они взяли какую-то там вручную камеру, они там наделись в костюм и начали какие-то сцены проигрывать, снимать, и его кто-то заметил, по-моему, даже Джексон, и позвал, говорит, все, ты играешь. Это вызывает уважение. А там же пробы проходили, по-моему, и Джилленхол, и кто-то еще, может быть, из известных людей, а тут Элай Джевуд так вот раз, залез, через окно, можно сказать. На фоне которого снимался, да. Я нашел, я нагуглил, ребят, суета вокруг колец, вот что это было, вот как эта штука называлась. Ну, он, надо сказать, насколько я понимаю, был осознательно пародийный. Нет, естественно, как бы, без вопросов он был, ну, как бы, комедия, которая просто последовательно воспроизводит, там, истебет. Это ни в коем случае не было попыткой сделать серьезное произведение. Это был просто веселый, фанатский, приколистический капустник. Вот, но мне он прям запал в память. И если вы, как бы, до сих пор угораете, в отличие от меня, по творчеству Толкина, очень советую найти его и глянуть. Тогда мне это точно казалось весьма забавным. Мне нравится его бежать. бюджет 42 тысячи рублей у этого произведения. там даже указан. Ну, на кинопоиске есть страница, да. Ой, есть на кинопоиске страница. Ой, весьма неплохо. Там, кстати, есть все три части. Одна, другой хуже. Ой, рейтинги у него, конечно, страшенные, да. суета вокруг колец, братство. Суета вокруг колец возвращается по-королевски. не, ну, понятно, как бы, действительно, капустник очень хороший. Третья часть уже 56 тысяч рублей. Слушай, да, бюджет раз. Такие 56 тысяч рублей, я переведу, это когда было? 2004 год. Это вы считаете 100 тысяч рублей по современным деньгам. Ну, из-за того, какое количество народ там снималось, они просто все скинулись, там, каждый по тысяче, и собрали. Я думаю, даже по 500. Купили у вас, и поехали. В общем-то, Толкин вдохновлял, вдохновляет, и, видимо, будет вдохновлять людей и дальше. А о чем? Вот, мне интересно задать такой вопрос, ну, он вроде бы тупой, но, может быть, и не такой тупой, как звучит. Спросил, о чем? Или о чем? О чем? О чем? Вот, как бы, какая главная идея в этой книжке? Фу-ху-ху-ху. Ну, нет, я могу ответить, но как-то у меня уже было слишком много, может, кто-нибудь другой начнет. Добро побеждает зло. Род муви, где несли обручальное кольцо, символ развода, не знаю, но мне кажется, это действительно о том, что добро побеждает зло, особенно, если брать в расчет то, что сколько повидал Толкин, и после этого написал такое огромное призывание. Для меня это всегда была история о том, как добро побеждает зло, и что, насколько добру при этом важно не стать злой. Это же на самом деле вот мотив, в котором, вроде бы, о нем много говорят в поп-культуре, но при этом так как-то очень зыбко. Толкин проводит совершенно последовательность. То, чего не делают в американских обычно произведениях, то, что, в общем, даже Джексон постарался замылить настолько, насколько мог, потому что, очевидно, для американской культуры мысль такая неудобная, что добро, это не, ну, что-то не с кулаками, что, ну, вот мир так устроен, что добро, если оно по-настоящему доброе, оно победит. Это очень, на самом деле, для меня религиозная мысль, которая, в общем, напрямую следует из религиозности Толкина. Ну, мне кажется, что трактовки, любые трактовки произведений Толкина, их было бы сильно неправильно отрывать от его религиозности, потому что, если мы хотим, как бы, понять, что туда закладывал автор, конечно, у нас есть право интерпретировать, как нам угодно, потому что, любой читатель книги или зритель фильма, это тоже участник творческого процесса, и его интерпретации тоже имеют право на существование, потому что они существуют как минимум у этого человека в голове, но если вот пытаться разобраться, а что там автор хотел сказать, если не предполагать, что автор в момент окончания создания произведений умирает и устраняется из произведения, то религиозность Толкина для понимания того, что же он в свои книжки вкладывал, естественно, это прям такая вот важнейшая штука. Я не знаю, может быть, я настолько бесчувственный человек, но вот если взять, допустим, его друга, Клайв Льюис, по-моему, Нарния написал? Ну там тут совсем... Там просто, да, там вот просто все это на поверхности, и это прям вот все хорошо видно, особенно концовка Нарнии, вот в Толкине я вот, ну не знаю, я не разглядел вот эту религиозность. Собственно, поэтому они спорили друг с другом, ну они спорили по многим поводам, несмотря на то, что Клайв Льюис безумно любил Толкина. Они просто из разных конфессий были. Они были оба христиане, но немножко из разных конфессий. Ты знаешь историю с их разными конфессиями? Это же тоже была причина спора, потому что Толкин привел Льюиса к религии, и Льюис пришел к религии через Толкина и присоединился к другой христианской ветви. Как бы Толкин... Да как он посмелся. Зараза такая. Можно себе представить как бы восторг Толкина по этому поводу. Как бы, да, вот. Ну, Льюис, кстати, надо сказать, что он прежде всего это именно писатель религиозный, это огромный такой важный религиозный философ, и уже там во вторую очередь он написал несколько фантастических книг. Но как бы все его такие прям вот суперважные труды, которые очень изучаются, они именно имеют отношение к теологии в первую очередь. То есть, если Толкин это писатель и уже потом как бы человек религиозный, то вот, в случае с Льюисом у него все творчество было такого, достаточно, ну, не знаю, как сказать, научного характера, скорее, наверное, правильнее будет, точнее будет выразиться, что такого, теологического уплана. Ну, как я словно, даже в самой Нарне это просто отрефлексировано, да, там же Аслан, он говорит напрямую, что вот в вашем мире меня знают как бы иначе, да, понятно, что у Толкина там ничего такого даже близко не могло быть, и даже не только потому, что у него там нет никакого вот нашего мира, да, Средиземья, в этом смысле, абсолютно такая автономная штука, да, я знаю вести идеи, что это как бы такое прошлое нашего мира, но тем не менее, вот, но просто, конечно, он в этом смысле, ну, можно, наверное, сказать, тоньше был, как-то, как-то немножко оценочно звучит, но, да, он, скажем, это было гораздо менее прозрачно в его случае. Ну, на мой взгляд, типа, вот, когда ты начинаешь, открываешь 7 миллионов и начинаешь читать первые страницы, на мой взгляд, там прям просто очевидно, откуда растут ноги, и что это довольно, чуть ли не покадровый косплей, как бы, творение из Библии, но, как бы, окей, возможно, есть какие-то другие. Ну, я просто, я все-таки обычно, когда говорю про Толкина и Мейду, «Лосы на колец», ну, да, в 7 миллионе, конечно, это попрозрачнее, да, особенно в начале. Ну, быть, нарвусь на оскорбление чувств верующих, но у Толкина все-таки написано «Краша», чем взять самую главную книгу христианства, да? Ну, ты сравнил просто, как бы, какое количество времени прошло между нами и Толкином и между нами и тем, кто писал Библии. И оцени разницу в языках. Ну, да, и сколько на итерации прошло еще. Да, сколько на итерации перевода прошло, это тоже правильное замечание. Ну, да, конечно. Мне кажется, у Сильмариллина, кстати, вот это начало самое сложное, через него продраться очень сложно, это все равно через первые главы с этими песнями, это вот то, что я читал очень долго, на самом деле, а потом остальная часть Сильмариллина у меня почему-то пролетела прямо передо мной, а вот первая... А вот мне как раз наоборот, мне как раз нравилось начало, а дальше становилось скучно, смертельно. Ну так дальше начинались настоящие жизненные истории, а вот это первое, что они пели, вот они плясали, потом в этот один песню свою вплетал, другой вплетал что-то в другой, ну боже мой, как это вообще... Ну это же наоборот круто, мне кажется, наоборот, как раз здесь чистая фантазия такая витает. Хиппи только цепляет на такую фантазию. Сразу понятно, кто у нас тут хиппи в чате, а кто нет. Ждете ли вы в итоге чего-то от сериала, который будет, да, или наоборот, там, лучше бы его не существовало никогда, или вот что-то промежуточное? Ну, я жду от сериала, во-первых, тех самых ощущений, то есть, да, вот есть такая когорта фильмов, которые мы смотрим, вот как уже сегодня кто-то говорил, не помню, рождественский фильм, да, то есть, вот этих вот настроений, вайба, вот этого, я жду от сериала тоже, чтобы почувствовать как раз вот это ощущение, что, да, вот этот сериал можно будет посмотреть там под Новый год. Чувство такое уютного, теплого одеялка, там, какое-то приключение, но если судить по трейлерам, то, не знаю, я не ощутил ничего, если честно. Ну, посмотрим в сентябре, что будет. Я абсолютно уверен, что там не будет уютного одеялка, поскольку все-таки это другая эпоха, другие истории, вот, и скорее всего, там будет нагнано очень много пафоса и чего-то такого, вот, но с другой стороны, они же вольны придумывать, в принципе, любые истории в масштабах вот тех приложений, которые им доступны для экранизации, поэтому вполне возможно, что история Галдриэль будет достаточно приземленной, потому что там уже, как бы, ей уже и нашли партнера, которого он там спасает в море-океане, и, в принципе, там должны быть разные истории, но я жду, на самом деле, просто не второго Властелина колеса, даже не второго Хоббита, я жду хотя бы вторую Игру Престолов, вот, потому что мне, на самом деле, самая интересная линия, которую я жду, это, собственно, падение Нуменора при помощи, собственно, лезьте Саурону, потому что вот эта история противостояния двух противоположных абсолютно вот этих мировоззрений и даже в чём-то религии, потому что всё-таки Саурон, это такое, ну, он строил теократию, да, потому что он был божеством для своих орков и там для любых других приспешников, вот, и вот это вот восхождение и падение Нуменора и вот эти вот интриги, потому что, как мы знаем, да, Саурон же потом привели, когда он пал перед армией Нуменора и сдался в плен, без боя, его же привели, он стал там от простого человека, он дошёл до, точнее, от простого пленума, он дошёл до там первого советника вот этого золотого короля и вот это всё очень интересно, если это подать так, как это подавал Джордж Мартин, то, ну, по крайней мере, в первых сезонах показано «Игры престола», возможно, что-то из этого получится. Ну, и на фоне, да, там будет и ковка колец и всё-всё вот эти вот каноничные моменты, но всё-таки я жду от этого что-то больше приземлённых историй, я не жду от этих вот эпических каких-то моментов, но в то же время я понимаю, что они будут, потому что бюджет сериала гигантский и надо понимать, что очень многие сравнивают его там с «Ведьмаком» или с, господи, простите, с «Колесом времени», да, но надо понимать, что это абсолютно разные произведения, абсолютно разный подход. Да, это там выходит на том же «Амазоне» и там тех же стримингов, которые придерживаются определённых правил там в подборе актёров, но в то же время нужно понимать, что это разные бюджеты, разные совершенно подходы, и те люди, которые там участвуют, там совершенно какие-то невероятные концепт-артисты, там и Джон Хау рисовал иллюстрации, хоть его и выгнали с позором, конечно, оттуда в 2020 году, и куча декораторов, которые были номинированы на «Оскар», и чуваки, которые следили за всем, тот же Том Шиппи, который написал самую лучшую книгу по Толкину «Дорогой к Средиземью», его тоже выгнали, конечно, из-за этого, но тем не менее, он же какой-то вклад свой оставил, тем не менее, вот этот объем этих людей, которые работали на декорнизации, надо понимать, что это будет что-то совершенно другое, чем то, что мы там привыкли стебать в «Колесе времени» или в том же «Ведьмаке», сделанном за 3 копейки, все-таки надо понимать, что это будет другой бюджет, другая постановка, другие кадры, я все-таки жду этой эпичности и этих жизненных историй на фоне совершенно разворачивания эпичных событий, я думаю, что это будет прецедент, и все мы будем смотреть, но то, что качество, которое получится уже на выходе, будем судить уже после выхода первых, сколько там, 8, по-моему, эпизодов будет, посмотрим, что получится. Я скажу, что я, скорее всего, не миную просмотры этого сериала, просто потому, что у меня жена наверняка захочет его посмотреть, сериальчики мы смотрим вместе, да, я, скорее всего, буду там кривиться от каких-то решений по декорациям, скорее всего, меня будет тошнить и дергаться глаз будет при виде эльфов, но кое-какая надежда для меня все-таки есть, потому что там должны быть гномы, а гномы, при всей моей любви к фэнтези, как бы гномы стоят совершенно особняком, у них какое-то посольство, есть иммунитет, гномов я очень люблю, вот, и как бы, мне, пожалуйста, фэнтези, в котором никаких эльфов, никаких людей, никаких орков, только гномы, гномы, еще больше гномов, вот, я это... Я знаю видеоигру специально для себя, я тоже знаю такие видеоигры, я даже не одну такую знаю, как бы странно. Я имел в виду самую известную. Ну, а ты что ждешь от этого сериала? Знаешь, удивительно, абсолютно ничего, то есть, на мой взгляд, это будет настолько нейтральное, я понимаю, что это странно звучит, учитывая, как он всех разжег, как бы, да, из-за каста, но, на мой взгляд, это будет настолько никакое, нейтрально, дорогое, неопределенно, такое умеренное во все стороны зрелище, не имеющее никакого отношения, кто это, что Толкин, и на всякий случай, ну, что это не из-за каста, а из-за, как бы, просто по содержанию, что при этом еще, ну, довольно, это же там скучное сюжетно. Я верю, что там может быть действительно вот интересная как раз линия, например, возвышения Саурона или чего-то такого, но какая-то вот лишенная, ну, не знаю, каких-либо конфликтов, каких-либо реально рискованных шагов, реально рискованных решений, реально рискованных позиций, да, ну, что в том... А что такое в контексте ВК для тебя рискованное решение? Ну, не дождешься ты там, инцеста в кадре. Как раз, инцест в кадре совершенно никого не... в контексте ВК, что могло бы быть рискованным решением? Ну, например, например, реально провести линию того, что насилие плохо, понятненько? Вот, вот, вот банально, да, вот показать историю, где персонаж решает, что вот он сейчас пойдет, наваляет злу, и он превращается в зло. И вот, я, по крайней мере, вижу, что все игры по Толкину, которые выходят в последние годы, не справляются с этим, да, они все время находят какие-то оговорки, которые позволяют им сказать, что, ну, мы, конечно, вроде как признаем, что использовать кольцо всевластия плохо, но если очень хочется, то, ну, как бы можно, там, да, и так далее. Реально вот воспроизвести... Даже Сьеровский хоббит этим грешил. Да, воспроизвести степень пацифизма Толкина, воспроизвести, например, его технофобию. Вот так, кстати, круто было бы, взять и снять в 2022 году произведение, которое говорит, а вы знаете, что люди, да, что там существа, которые, как бы, одержимы решением всех проблем с помощью техники и навидят природу, они зло. Техники и магии, да. Да, вот, 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 вот как бы, этого и многого-многого другого там не будет. Ну, там будет, кстати, линия Сильдора, вот если говорить про плохого персонажа, который в конечном итоге становится плохим, то, вот, мне кажется, в линии Сильдора это можно реализовать. Это можно было бы реализовать очень большим количеством способов, да, просто я говорю о том, вот, чего я там жду. Там будет опять вот эта вот ни шатка, ни валка, что вот, мы вроде бы показываем персонажа, который кругом творит зло, но это не он такой, это мир такой, поэтому мы не будем доводить его осуждение до всем очевидного, потому что, смотрите, мы наняли на его роль красивенького актера, да, и мы не можем же реально показать его злодеям и так далее, потому что все только говорят, что они хотят сопереживать злодеям, и на самом деле все хотят быть героями. Ладно, я немножко увлекся Норренту о том, что мне не нравится в современной поп-культуре вообще, это слишком большая тема. Просто Толкин, это сильно для меня в этом смысле показательный пример. Ну, мне кажется, здесь просто нужно, как вот в последнее время со всеми фильмами, сериалами происходит, просто занизить свои ожидания. Я вот как-то не собираюсь занижать свои ожидания, я прям хочу, чтобы это разорвало, на самом деле, не знаю, дурат ошибиться. Притом, что да, понятно, что у нас было, если ты хочешь, чтобы тебя разорвало, запей мента с колой. Ну, я почему-то верю в них. Ну, да, в сентябре увидим. Или не увидим. Или не увидим. это уже... На этой прекрасной ноте. Ну что ж, спасибо, что были с нами. Напоследок, пожелаем вам не пить шампанского, если вы страдаете от язвы. Потому что именно так с нами не стало великого профессора, который мог бы написать еще на парочку-троечку томов черновиков больше, и мы бы знали бы о Средиземье еще больше всякого интересного и полезного. Ну, а с вами сегодня обсуждали, вспоминали, делились эмоциями не всегда позитивными, но имеем право. Выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пекло, подкастер из Омска Андрей Быков, Леонид Майжес и Денис Старостин. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. 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 Мир Фантастики. Мир Фантастики. Мир Фантастики. Продолжение следует...